29 июня, в день партизан и подпольщиков, на мемориале «Партизанская слава» прошло памятное мероприятие. Ветераны, представители подрастающего поколения и жители города пришли сюда почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы. Перед началом мероприятия любой желающий мог ознакомиться с интерактивной выставкой. Экспонаты, оружие, противогазы и предметы личной гигиены бойцов со времен войны, найденные поисковым отрядом из КРА за последний год. Здесь у нас выставлены находки поисковиков, сделанные на территории Ленинградской области, в Гачинском, Тосницком и, возможно, Лужском районе. Здесь у нас половина представлены немецких образцов, которыми воевали немцы. Вот это немецкая граната «Колотуха». Далее немецкая каска. Немецкий противогаз, а также немецкая личная гигиена. В личную гигиену у нас входит зубная паста «Блендекс», далее энергетические таблетки и обезболивающие таблетки, также разнообразные мази от клещей, обморожений и прочего. Предпосылкой установления данной памятной даты именно на 29 июня послужило одно историческое событие. В этот день в 1941 году вышла директива Совета народных комиссаров, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов и диверсионных групп. Их цель звучала так – создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Весь наш народ был поднят на борьбу с захватчиками. Лужский райком партии сразу же 24 числа, когда мы оставили Лугу, перешел на нелегальное положение и стал центром организации партизанской борьбы и организации подпольной работы. И старый млад, и школьники, и дети, и старики все взяли оружие. Всем в памяти нам известно, что сражался в Сапицах партизанский отряд под командованием деда, будем говорить так уже, дед Паша, так его называли, которому было далеко за 70 лет. Валентин Михайлович Гребнев – единственный партизан, который смог поприсутствовать на данном мероприятии. Будучи бойцом 6-й партизанской бригады, 16-летний Валентин воевал отважно, но однажды случилось страшное. 15 февраля при штурме станции Плюса он был ранен, осколками раздробило ногу. После шести месяцев в госпитале, где Валентин Михайлович перенес 4 операции, бойца партизанского отряда демобилизовали. Сейчас ветерану 90 лет, и он старается не пропускать ни одного памятного мероприятия. Как и Михаил Поличков, ветеран Великой Отечественной войны участник битвы за Берлин. В продолжении мероприятия все его участники возложили цветы и венки к мемориалу. Завершился день партизаны-подпольщиков концертом, на котором были исполнены песни военных лет.